Рослый, живучий и очень опасный ядовитый борщевик захватывает сотни гектаров сельхозугодий. Одно прикосновение к нему может привести к самым серьезным последствиям. Жители республики как могут борются с растением-сорняком, но, похоже, без помощи государства здесь не обойтись. В официальном реестре борщевик занимает более 400 гектаров земли. На самом деле эта цифра намного больше. Только в Ядринском районе фиксируют 50 гектаров растения. За два года нам удается ежегодно уничтожать не более двух гектаров. Во многих поселениях этот сорняк уничтожен, потому что там их не так уж и много. А есть несколько поселений, где они десятками гектаров произрастают. Мы все-таки последние три года начали выделять бюджеты средства. Первоначально 150 тысяч рублей, а сегодня 250 тысяч рублей выделяем для сельских поселений, для того, чтобы мы уничтожали эти сорняки. Этих средств крайне недостаточно. Мы даже предлагаем на уровне республики разработать какую-то программу, где можно централизованно бороться с этим сорняком, выделяя и республиканские средства. В реестр сорняков борщевик включили только два года назад. До этого из него изготавливали корм для животных. Он распространяется и корнями, и семенами, так что бороться с ним очень сложно. Один из способов – выкапывать кусты и измельчать лопатой. Работать, конечно, можно только в перчатках. Его воздействие сравнимо с серной кислотой. Сок борщевика уничтожает защитный слой кожи. Образуются волдыри, как при ожогах. Есть и химический способ уничтожения борщевика – обработка гербицидами. Главное, это нужно делать систематически. В правительстве планируют к следующему году разработать специальную программу по борьбе с сорняком. Стали известны результаты ЕГЭ по географии, литературе и информатике, которые выпускники сдавали 3 июля. 9 человек набрали по 100 баллов по итогам сдачи трех первых предметов по выбору. 8 выпускников школ Чувашия получили максимальный балл на ЕГЭ по информатике. Один выпускник набрал наивысшую оценку на экзамене по географии. По литературе не было ни одного стобальника. Но пятеро выпускников получили двойки. По информатике не преодолели минимальный порог 50 выпускников.